У вас совершенно потрясающее восприятие. Знаете, вот есть, знаете, говорят, как вот открытой кожей, да, вот открытым нервом, вот это он все, так сказать, как-то отзеркаливает. И самое главное, что он находит совершенно точные слова, совершенно, так сказать, не рассекаясь мыслью по древу, он настолько двумя-тремя словами рисует все, как обычно, да. Вот первые, кстати, три вопроса, которые всегда задаются журналисту, да, это что, где, когда. Да, собственно, название этой передачи откуда возникло. А это из классики журналистики. То есть первое, что должен сделать журналист, делая репортаж, ответить на эти три вопроса. Что, где, когда. У него что, где, когда кроется в одном предложении. Он умеет вот так нарисовать обстоятельства, в которых он сейчас находится, плюс добавляет свои какие-то эмоциональные, очень красочные какие-то отражения в свою рефлексию по этому поводу. И это все делается совершенно в четком, в таком, в очень четком, очень сублимированном, очень сжатом таком посыле. Это важно, ну, во-первых, потому что сегодня жизнь такая. И вот, кстати, мы уже люди того поколения, которое уже для детей, мы вообще какие-то архаики, раритеты. Вот, и вспоминая там какие-то названия фильмов, там какие-то книги и прочих каких-то авторов. Вот, для них это актуит, это из другого века вообще. А мы же тоже из другого века. То он, он человек действительно уже зрелый, он человек уже взрослый, но он настолько современно мыслит, он мыслит вот такими категориями небольших пазлов, из которых быстро собирается общая картина. Вот в этом, мне кажется, вот особенность его литературы. И сейчас я скажу страшную вещь, которую, наверное, говорить не надо было. Но я эту книгу еще не читал, я ее только взял в руки. Но я читал его посты, я вот читал в фейсбуке. А это отражение действительно, это вот то, насколько человек умеет очень лаконично и точно выразить свою мысль, отразить свои эмоции, свои переживания. И даже это сделать как бы и со своей точки зрения, и как бы с пролетающего мимо принта, как даже Ванецкий говорил, над этим всем. То есть как бы немножко отстраненно. Это действительно, это удивительное качество. И, конечно, можно позавидовать. Видите, я поймал себя на мысли, что я о нем говорю в настоящем времени. Но человека уже нет.